Так, всего доброго. Здравствуйте, здравствуйте, товарищи. Прошу прощения за небольшую задержку, опоздание по техническим причинам. Мы продолжаем наш курс «Иврит, Тора и молитв». И сегодня, после перерыва на осенние праздники, сейчас уже начался второй в году месяц, месяц «Хешван», так, я хотел бы предложить вам нечто новое. Дело в том, что, прошу прощения, значит, изначально я планировал узнать, кто посещает мои занятия, и в зависимости от этого, значит, планировать эти занятия так или иначе. Если есть у нас среди участников товарищи, которые не знают алфавита, но хотели бы с ним разобраться, я бы хотел это увидеть. Есть у нас такие товарищи или нет? Нет, не вижу. Как я могу сделать, как я могу это увидеть? Я включаю чат. Пожалуйста, если кто-то хочет записаться в эту группу, группу А, то я дам соответствующий файл с разъяснениями. Если этого не будет, на всякий случай я этот файл тоже вам... Значит, смотрите, по окончанию занятия я все файлы, упомянутые поставлю в наш чат в Телеграме. Но пока мест... Вот я покажу вам файл, который я подготовил для вас. Так, только мне надо убедиться, что у меня демонстрируется, пока я демонстрирую себя самого. Так, вот я делаю демонстрацию экрана. Так, это мне сейчас не надо. Вот. Получается у нас видеть текст на экране или нет? Текст на элите. Не слышу вас, не получаю от вас ответа. Боюсь, что нет. Я сейчас попробую. Нет, все видно, текст виден. Ага, замечательно. Да, все видно, все видно. Прекрасно, ага, 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 прекрасно. Так, значит, для тех, кто у нас только начинает знакомиться с буквами, да, я хотел бы вот в нескольких первых фразах Торы, книга Брешит и недельная глава, которая называется Брешит, показать вам две буквы. Вот они. Вот буква Бет и вот буква Рейш. Они могут чуть-чуть отличаться в зависимости от шрифта. И вот, что я сделал здесь. Все буквы Бет я выделил красным, все буквы Рейш я выделил синим. Давайте сначала посмотрим буквы Рейш. Ну, во-первых, в самом слое, в названии слоя Брешит. Вот она, Рейш. Рейш всегда передает звук Р. Ну, на самом деле, этот звук не совсем такой, как я произношу. Я произношу его не совсем по-израильски, вот как он звучит на самом деле. В Израиле вы это легко услышите, да? Вот. Но в любом случае, его трудно перепутать с чем-то другим. Итак, вот это слово Брешит. Там, где вы слышите звук Р, есть эта буква. Буква называется Рейш. Вот она. Так? Постарайтесь, тот, кто еще не знает буквы, запомнить, как она выглядит. Второе слово Торы – Бара. Вы знаете, что слова идут справа налево, буквы в слове пишутся тоже справа налево. Итак, вот это вот первое слово, вот это вот второе слово. Слово Берешит означает, ну, приблизительный перевод, я думаю, в начале. Слово Бара означает создал, точнее, и софорил из ничего. Дальше идет имя Всевышнего. В нем нет буквы Рейш, поэтому здесь она не выделена. Это шаме Веда Аретс. В слове Ага Аретс, земля, тоже есть буква Рейш. Вот она, да? Все, что я выделил голубым, это буква Рейш. Кроме самой буквы, есть еще огласовка. Огласовка – это то, что под ней. Так? Вот здесь, под буквой Рейш, вы видите, что две точки, расположенные горизонтально. Это огласовка, которая называется Цейре, и она звучит Э. Вот здесь вы видите огласовку, похожую на половину плюсика. Это огласовка КАМАЦ. Ее читают А. Да? Здесь огласовка три точки – это тоже Э. Так? Но пока мы не обращаем внимания на огласовки. Если это будет затребовано, я расскажу вам и про буквы, и про огласовки более подробно. Итак, было бы идеально, если бы я нашел сайт, но, к сожалению, я его не нашел. Я просто не успел его поискать. Например, «Сидур» с транслитерацией, да, и с переводом. Так? Но текст должен быть в таком формате, где я мог бы выделить какие-то слова и буквы. Вот если бы, если кто-то знает такой ресурс, такой сайт, это бы очень помогло и мне, и вам, да? Чего мне не хватает здесь – это чтение вот того текста, который я вам предлагаю. Так что поверьте мне на слово. Вот это слово «берешит», и мы слышим здесь звук «р». Это слово «бара», и в нем тоже есть звук «р». Вот это слово «хаарец», в нем тоже есть звук «р». Так? Букву «рэйш» мы с вами видим. Далее вот там, где вы видите голубое, голубым выделена именно эта буква, да? Никаких других букв «рэйш» я здесь не вижу. Есть буквы, похожие на «рэйш», да? Но они отличаются от нее с этими другими буквами. Потом, если дело пойдет, я тоже вас ознакомлю. Вторая буква, с которой мы с вами познакомимся сегодня, она называется «бет». Да? Вот она. Так? Это первая буква в слове «берешит», и первая буква «вторе». Чем она отличается от «рэйш», вы видите, да? Значит, здесь у нас запись без огласовок. Вот буква «бет», вот буква «рэйш», так? Или вот вам две буквы «бет», вот вам две буквы «рэйш». Вы видите, чем они отличаются друг от друга. Теперь обратите внимание, что буква «рэйш» у нас везде одинаково отличается только огласовки, которые стоят под ней. А в букве «бет» иногда у нас стоит в середине точка, как вот здесь, или вот здесь, да? Иногда точка не стоит, да? Я имею в виду точку в середине, внутри самой буквы. Так? Вот здесь, например, ее нет. Дело в том, что буква «бет» имеет две формы. Когда эта точка есть, форма называется «бет», и передает она звук «бэ». Когда точки этой нет, буква называется «вет», точнее форма этой буквы, и передает она звук «вэ». «Бэ» и «вэ» — это два звука одной буквы. «Бет» и «вет» — это две формы одной буквы. Общее название этой буквы «бет». Она, кстати говоря, вторая в алфавите в еврейском языке. И еще одно маленькое замечание. Звук «вэ» передает еще одна буква, которую мы сегодня разбирать не будем. Поэтому не всегда, где мы слышим «вэ», не везде, где мы слышим «вэ», это буква «вет», да? Но всегда, когда мы слышим «бэ», это звук, это буква «бет». Мы сейчас, точнее, те из вас, кто с буквами только знакомится, обращаем внимание на форму буквы «бет» и буквы «рэйш». Вот она, буква «бет» или «вет». Вот она, буква «рэйш», да? Чем они отличаются друг от друга, так? А сейчас я, несмотря на то, что после простуды у меня голос еще не совсем восстановился, прочитаю вам вот те фразы, которые мы видим на экране, так? Прочитаю я их по порядку. Это то, с чего начинается «тора». А вы обратите внимание на звуки «б», «в» и «р». Итак, «берешит» бара «эллхим» от «הшамим» и от «הארץ». Это первое. Пять фраз нашей Торы. Мы встречаем здесь и букву bet или wet, и букву race. Замечательно. Теперь тот, кто хочет закрепить выученное, может открыть ресурс, который я сейчас вам покажу. Так, по идее, он должен быть у меня где-то открыт. Сейчас одну минутку. Вот он. Я скопирую вам адрес и поставлю его в чат. Вы можете открыть его. Этот ресурс, правда, только на иврите. Так, что я должен сделать? Нет. Я сделаю проще. Так, вот так вот я введу в чат. Вы можете открыть этот сайт. Это первая глава, точнее, первый параграф книги Борис Шрифт. Вы можете найти и другие параграфы. Так, и вот отсюда, собственно, я скопировал текст, и шрифт остался тот же самый. Если вы сохраните текст в формате Word в отдельном файле, вы можете сделать поиск буквы race и поиск буквы bet. Поэтому самое полезное упражнение вы можете сделать так. Взять следующий текст, следующий отрывок, идущий по порядку, да, и самостоятельно выделить все буквы race и все буквы bet, а потом проверить себя, да, с помощью опции программы Word, которая сделает вам поиск буквы bet и буквы race. Ну, для удобства, я в том файле, который сейчас я вам демонстрировал, вот он там, внизу поставил буквы bet и буквы race. Потому что, если вы скопируете вот отсюда букву, да, огласованную, то программа будет вам искать везде, где буква bet имеет точку внутри, и имеет внизу вот такую огласовку. То есть, она не выделит вам, например, вот эту букву. А если вы возьмете букву отсюда, да, то она покажет вам и вот это, и вот это, и вот это все буквы bet. Так? Значит, вот это я тоже вам ставлю в чат для удобства пользования. Так. Чат. Ставлю вам. Первые две буквы это bet, вторые две буквы это race. Ага. Спасибо, Елена Сергеенко. Я посмотрю с большой радостью эту ссылку. Может быть, что-то и получится. В этом случае вы очень поможете нам всем. Так. Спасибо. Хорошо. Теперь, теперь я уже обращаюсь к тем из нас, кто умеет читать и знает какие-то слова, но хочет разобраться в том, почему текст, который мы читаем на иврите, значит, именно это, а не что-то другое. Так. Для этого я взял вам несколько фраз из недельной главы баришит и несколько фраз из недельной главы ноах. Вот сейчас я ставлю вам. На экране видно текст? Я надеюсь, что да. Если нет, скажите мне или напишите в чате. Все видно. Спасибо. Все видно. Прекрасно. Да. Значит, это я скопировал с того ресурса, который я вам указал. Первый параграф. Перек-Алев. Вот написано. Перек-Алев. Так. Вот оно, да. Книги баришит. Книги бытия. И вот слова, которые я считаю полезными, я выделил вот, как видите, фоном. Итак, прежде всего, первое слово – баришит. Вы видите, что первая буква немного крупнее других, как написано во всех свитках Торы и во всех письменных, точнее, печатных изданиях. Я не ставлю своей задачей дать вам комментарии. Для этого есть другие авторы и другие сайты. Я объясняю вам иврит, объясняю вам грамматику. Слово баришит посередине есть буква Алев. Алев – это буква Алев, как вы видите, да. Я сейчас обращаюсь к тем, кто немного уже знает иврит. Не имеет огласовки. Вот буква Бет, да, под ней стоит огласовка, огласовка Шва. Две точки вертикально. Вот буква Рэйш, и у нее есть огласовка Цэйре. Две точки горизонтально. В букве Шин – огласовка Хирик. Вот точки, и буква Ю после нее. Буква Ю – это часть огласовки И, да. Буква Тав не имеет огласовки, поскольку она последняя в слове. И гласная после нее, гласного звука нет, да. Но буква Алев стоит посередине слова, да. И более того, если мы прислушаемся, как читается это слово, да, мы увидим, что буква Алев здесь вообще не играет никакой роли. Сама буква по себе, сама по себе буква Алев не передает никакого звука, да. А огласовки у нее нет. То есть слово Берейшит, если бы мы не знали, что здесь надо писать Алев, да, мы его не написали бы. Как, например, в русском слове СОЛНЦЕ, да, есть буква Л, которая не звучит, мы произносим СОНЦЕ, но мы знаем, что буква Л там пишется, так. Теперь в слове Берейшит буква Алев является корневой, поэтому она нам нужна. Почему? Почему она является корневой? Потому что, если мы посмотрим внимательно на три буквы, вот эти, Рейш, Алев, Шин, мы увидим, что они образуют слово РОШ. РОШ – это глава и начало. РОШ – это глава года, начало года, да. Берейш, Ришон, слово Ришон, первый, тоже пишется через АЛЕФ, хотя АЛЕФ там не звучит. И слово Берейшит в начале тоже содержит эту букву, она корневая. Так, вот слово Берейшит. От слова РОШ я накоренаю со словом Ришон, первый. Далее слово БАРА, которое, как вы, наверное, слышали, означает СОЗДАЛ из НИЧЕГО, да. Сотворил, сейчас я попробую исправить вот так, да. Слово БАРА мы можем считать, представляет собой глагол в прошедшем времени, да. СОЗДАЛ, а не СОЗДАЕТ и НЕ СОЗДАСТ, да. В единственном числе, в мужском роде и в третьем лице, эта форма называется СЛОВАРНЫЙ ФОРМОЙ. Он СДЕЛАЛ, Всевышний БАРА, что такое БАРА, СОЗДАЛ, да. Это слово используется в рассказе о шотворении мира еще три раза, когда речь идет о чем-то принципиально новом, да. Первый раз, когда речь идет о СОЗДАНИИ ЧЕГО-ТО ИЗ НИЧЕГО, ЭХСНИГИЛО, то есть материи из полного отсутствия материи. Второй раз, когда речь идет о СОЗДАНИИ ЖИЗНИ, ну, более точно, когда говорится про ТАНИНИН, про ОГРОМНОЕ СОЗДАНИИ. В начале всей жизни, как вы помните, были созданы те существа, которые живут в воде, и птицы, да, а на следующий день, на шестой день уже животные, да. Так вот, в пятый день есть тоже это слово БАРАН, и еще раз слово БАРАНИИ используется, когда речь идет о ЧЕЛОВЕКЕ. Поэтому, поэтому, настолько же, насколько принципиальным является существование чего-то по сравнению с несуществованием, то есть СОЗДАНИЕ МАТЕРИИ, настолько же принципиальным является отличие ЖИВОГО от НЕЖИВОГО, и настолько же принципиально отличается ЧЕЛОВЕК от всех других СУЩЕСТВАНИИ. Так, теперь слово БАРА, как я сказал, стоит в единственном числе. Так, это сказуемое, а вот подлежащее, кто создал? ЭЛОГИМ. Когда мы читаем ТОРУ, мы произносим это слово именно так. Обратите внимание, что это слово стоит в форме множественного числа. Но мы знаем с вами, что имеется в виду ЕДИНЫЙ БОГ, ОН ОДИН. Более того, даже в ШМА, слово ЭЛОГИМУ, буквально оно тоже стоит во множественном числе. Потому что слово ЭЛОГИМУ тоже во множественном числе. Но обратите внимание, что глагол БАРА стоит в единственном числе. Так, поэтому нет оснований думать, что здесь речь идет о том, что, не дай Бог, несколько сущностей совместно создали этот мир. Нет, Всевышний, ЕДИН. Далее я выделил вот это слово ЭТ. Тот, кто знает иврит, скажет, для чего это слово используется. Для того, чтобы поставить следующее слово в падеж родительный или падеж винительный. Например, я обучаю ЕЛЕНУ, я вижу АННУ, я слушаю АЛЕНУ. Так, кого? Так вот, слово ШАМАИМ, НЕБЕСА, которое тоже стоит во множественном числе. Обратите внимание, вот он, суффикс множественного числа, как здесь. Так, значит, чтобы сказать, что он создал, НЕБЕСА, кого, чего, да, и ЗЕМЛЮ тоже. Здесь используется вот эта частица ЭТ. Так, мы ее используем. Теперь, я говорю фразу, например, закрой окно с гор ЭТ АХАЛОН. Но можно это сказать и без, то же самое, можно сказать, без использования частицы ЭТ. Можно сказать, с гор ХАЛОН. То есть, эта частица, по сути, не нужна. Известен комментарий авторства Раби Акивы, который из того, что это слово ЭТ может не использоваться, делает вывод, что везде, где есть вот это слово ЭТ, намекает ТОРА на что-то дополнительное, что присоединяется здесь. Дело в том, что кроме частицы, которая образует родительный падеж, родительный и винительный, слово ЭТ используется еще и в значении соединительного союза, то есть, с чем-то. И если прочитать слово ЭТ в значении соединительного союза, то получится так. Вначале создал Всевышний, небеса и что-то с ними, и землю и что-то с нею. Вот такой вывод, далеко идущий, делает Раби Акива. А что же именно создал Всевышний с небесами и что с землей? Ну, одно из объяснений – наши представления о небесах и о земле. То есть, имеется в виду не только наша земля, и не только вся Вселенная, то есть, вся материя, но и наши знания о ней, и то, что нам дано знать. И не только небеса, то есть, духовные миры, но и то, что человек может понимать из них. Замечательно. Вот здесь мы остановимся. Так, в объяснении продолжим дальше. Земля была пуста и безводна. Вот. И безвидна, извините. Так, или какие-то другие переводы, которые тоже имеют место. Так, кстати говоря, я, может быть, покажу вам. Было бы очень интересно. Ага, вот. Ну, к примеру, вот так. Вот, открою я этот сайт и попробую вам показать. Правда, это глава Ноах, но с нее вы можете перейти куда угодно. Значит, советую вам ознакомиться и с этим ресурсом тоже, те, кто не знаком. Так. Ставлю это на чат. Да. Здесь вы увидите, что вы увидите. Перевод на русский язык, да. А вот она, пожалуйста, обрешит в новых, да. Вы видите, что здесь то, что выделено голубым, да, при нажатии на это открывается, открывается комментарий. Можно его и закрыть. Вот так, да. Я поставил вам ссылку того, что вы сейчас видите на экране, но можно отсюда перейти вот на главу Beresheet. Ну, сейчас я этого делать не буду. Так. Так. Кто не знает, на всякий случай словарь. Словарь, правда, современного иврита, он не всегда дает нам именно те значения, которые использовал в переводе. Но, если кто-то не знает этого ресурса, ставлю его тоже здесь. Вот словарь. Словарь электронный под названием Iris. Не советую вам пользоваться Google. Google удобнее, когда надо перевести в текст, а не слова. Но сами слова вы можете найти здесь. Это будет лучше. То воволу. Эти слова мы не можем перевести дословно, буквально. Так. А вот, пожалуй, я все-таки сделаю то, от чего только что отказался. Значит, в главе Нуах. Вот она, эверейская библия. Я все-таки перейду к главе Брешит. Так. И вот вам перевод этих слов. Сметение и пустынность. Вот здесь такой перевод. И вот есть комментарий. Тоу означает изумление и ошеломление. Ибо человек изумляется и приходит смятение от такой пустоты. На французском языке, да, кто-то из нас по-глеву франции, так, может прочитать вот это слово. Почему? Вот при чем тут французский язык? Дело в том, что здесь используются комментарии Раши, классические комментарии на Торо. Раши Рабиш Лумо из Хаки жил именно во Франции. И его современникам, уж по крайней мере землякам, да, наверное, это французское слово, точнее старо-французское, могло помочь. А вот слово «вогу» означает пустоту и пустынность. Так, мы с вами смотрим текст, текст книги Брешит, главы Брешит. Вот по поводу этих слов я вам сказал, да, теперь. Посмотрим, что нам дает этот перевод. Вот там. Так, «витает», слово «витает» стоит в настоящем времени, сейчас «витает над землей». Почему так? Потому что в оригинале, как мы видим, глагол находится в настоящем времени. Да, вот это окончание. «Эт», да, характерно для женского рода настоящего времени. Дальше. «Альпнеямаим» я пока оставлю теперь. «И сказал Бог воемер Элогим». «Еги ор». Вот это слово означает «цвет». А вот это слово переводится обычно «добудет». Что такое «е-и»? Это повелительное наклонение от глагола «хая». В прошедшем времени он был. В настоящем времени мы не используем, но есть такая форма «ове». И в будущем времени он будет «и-е». При наложении этих трех форм, происшествия настоящего и будущего времени, получается в точности тетраграмматон, то есть то имя Всевышнего, которым, то есть то написание, то слово, которым передается имя Бога в Торе. Имя четырехбуквенное Всевышнего. А что такое «и-и»? Это повелительное наклонение. «Будь». Точнее, точнее, это краткая форма повелительного наклонения. Так. А вот слово «ва-и-и» и «был» и «стал». Цвет. Обратите внимание, что «и-и» и «ва-и-и» отличаются только вот этой первой буквой, да? Вот эта первая буква «вав», которая, вы знаете, соединительный союз «и». Поэтому, в общем-то, непонятно. Если это «и-стал», то есть это прошедшее время, да? То как же это «будет», да? «Добудет» или повелительное наклонение «будь», да? Здесь очень важное правило, с которым я сейчас вас ознакомлю, если кто-то не обращал на это внимание. Но об этом мне придется еще не раз вам упомянуть в Танахе. Если глагол начинается с буквы «вав», это «вав» переворачивающий. То есть, если слово само, если глагол стоит в будущем времени, мы переводим его, мы понимаем его прошедшим временем. А если глагол в прошедшем времени, мы понимаем его как будущее время. Например, «шма-Исраэль», я надеюсь, что среди нас есть те, кто читает «шма-Исраэль», да? «Вэ-агавта», что такое «агавта»? Если мы посмотрим по грамматике, по учебникам, современным учебникам иврита, «агавта» – это значит «ты любил», а «вэ-агавта» мы переводим как «люби». Более точно перевод «и будешь любить», «ты будешь любить». Почему, если «агавта» – прошедшее время, мы переводим это будущим временем, потому что «вав» переворачивает глагол с будущего на прошедшее. Точно так же, вот, например, здесь. «Явдель» – это будущее время, а «ваявдель» – это прошедшее время. Итак, «вайги» и «стал». Хорошо. Еще одно слово я выделю, но, честно говоря, не помню, почему. А, вот оно, вот слово «эхад», да. Хорошо. «Вайги» – это точно то же слово, что и здесь, да? «И был вечер, и было утро, йом-эхад» – день один. Не сказано «день первый». Первый, как мы знаем, пришел. Мы об этом вспоминали. Но написано «один». Тора говорит «день один», потому что не было еще никакого другого. Теперь слово «эхад» – один стоит в мужском роде. А в женском роде было бы «ахат». «Ахат», «тав» на конце. «Эхад» – мужской род. Слово «день», «йом» принадлежит к мужскому роду, поэтому… И слово «эхад один» стоит в мужском роде. В конце первого параграфа в книге «Берешит» есть слова, которые мы читаем в вечернем субботнем кедуше. Вот они, я прочитаю вам их. Второй параграф продолжает текст, который мы читаем в кедуше. «Ва-и хулу, шамай, ва-я-рець, ва-хул, цвам», «вай халл-хиим» въем ошви, м'л.хто, ашер ася. «Ва-и шбот» въем ошви, м'корл м'л.хто, ашер ася. «Ва-и варах халл-хиим» отъем ошви, ва-и кедш אותו, киво, шават, м'корл м'л.хто, ашер варай алл-хиим» לעשות. Разберем здесь несколько слов. Вайхулу происходит от слова коль. Слово коль вам всем известно. Коль это значит весь, целиком. Или иногда он значит каждый. Вайхулу это и были закончены. Законченность от слова коль. Все, то есть все, уже все. Теперь это слово стоит во множественном числе. Мы видим это вот по этому суффиксу. Буква вав, как я только что вам объяснил, переворачивает слово яхулу из будущего времени в прошедшее. Поэтому мы говорим и были закончены. Небо и земля. Вехоль цваам. Слово цава, оно пишется цади вет алиф. Означает армия, войско. Мы в переводе говорим и все, все воинство их. Кого их? Небо и земли. То есть все, что есть на земле и на небе. То есть все, что есть во вселенной. Все было закончено. Вайхулу. Вайхаль и закончил Всевышний в день седьмой. То же самое слово, тоже от слова коль. Вайхулу во множественном числе. Вайхаль в единственном числе. И закончил Всевышний. Снова говорю, что слово Всевышний стоит в форме множественного числа. Но глагол стоит в единственном числе. И закончил Всевышний. Ведем ашви. Мелахто. Слово Мелахто стоит в форме, имеет местоименный суффикс. Мелаха это буквально, мы переведем это так, работа. А Мелахто это работа его. Закончил Бог работу его, то есть свою работу, которую он делал. Слово Мелаха можно перевести как работа чисто условно. Мелаха это те действия, которые запрещены еврею в субботу. Можно их охарактеризовать как производительный труд. То есть работа по изменению или видоизменению чего-то. Но понятно, что из этого определения мы не поймем, что именно запрещено и что разрешено. Но в любом случае перевод работа будет неправильным. Слово работа на еврейском случае как авода. А Мелаха это некие определенные действия, которым определения мы дать не можем. Но мы знаем, что относится к Мелахе, а что не относится. Мелаха была нашими мудрецами в Талмуде распределена по 39 категориям. 39, а вот Мелаха основных занятий, которые в субботу нам запрещены. Итак, Мелаха и Мелахто. Обратите внимание, что посередине стоит буква Алиф, не имеющая голосовки и практически не звучащая. Слово Малах, ангел или более точно посланец, буквально означает работник. Слово Малах тоже пишется с Алифом. Без Алифа это было бы слово Мелех. Мелех это царь. В чем разница между работником, то есть тем, кто выполняет порученную работу, и царем? Разница в одной букве Алиф, первой букве алфавита, значение которой единица. Но она же намекает и на Всевышнего. Он один и он самый первый. Дальше. Слово Ваишбот. Корень здесь шаббат. Что такое шаббат? Суббота. Покой. Ваишбот. И покоился. Байямашвию, день седьмой. Киво шаббат. Ибо в него покоился. Это глагол в прошедшем времени. Мы не видим здесь буквы Ва в начале, поэтому как стоит оно в прошедшем времени, так мы его и переводим в прошедшем времени. Потому что в него покоился Всевышний. Миколь Малахто от всей работы его, которую он творя созидал. Так. Мы посмотрели несколько фраз из первого и второго параграфа книги Брешит. Недельной главы Брешит. У нас осталось немного времени. Я покажу вам. Мы разберем с вами несколько слов из главы Ноах. Ноах. Это вторая недельная глава. Вторая недельная глава книги Брешит. Так. Значит, это шестой параграф. Так. А вот начало недельной главы. Значит, в эту субботу, в прошедшую субботу, то есть вчера, шаббат, маршат, ноах. В синагогах читали главу Ноах. Вот начинается эти слова. Эле толдот Ноах. Ноах истадик. Тамим гая бедуротав. Эт айлогим гид галлех Ноах. Мы не успеем разобрать все, что я здесь вам отмечал. Поэтому я покажу вам только несколько очень важных слов. Вот порождение, точнее, толдот от слова Йолет и от слова Йолет. Можно перевести это как «вот история Ноаха». Ноах. Вот его имя. Вот так вот мы его пишем и читаем. Ишь, садик. Слово «цадик» – «праведник». Родственное слово «цедек» – «справедливость». Есть глагол «цодек» – «быть». «Быть правильным». «Быть». Как это по-русски сказать? «Уцодек» – «он прав». «Быть правым». И в русском языке «праведник» и «правый». «Однокоренные». «Однокоренные». Теперь слово «тамим» – «однокоренное», такое же, как слово «там». «Может быть, кто-то помнит, кого называет вторым словом «там». «Там». Так называет этим словом она «якова». «Ишь там». Человек, цельный человек, простой. А еще слово «там» – это характеристика второго из… Нет, извините, третьего из четырех сыновей пасхальной годы. Первый – мудрец, второй – злодей, нечестивец. Третий называется «там». Мы переводим это как «простак». Но на самом деле слово «там» не несет отрицательной коннотации. Это значит, человек – цельный человек, без… Ну, можно сказать, без второго дна. Совсем не обязательно, чтобы он был глуп. Так? «Тамим» – это тоже самое слово, стоящее просто в форме множественного числа. Ая-бе-доро-тав. Слово «дор» на иврите означает «род». «Бе-доро-тав» – это значит «в родах его». А что это слово означает здесь? Посмотрите в комментариях сами. Ссылку я вам дал. Так? Найдите главу «ноах». Внимание! «Эт айлвим». Мы переводим это как «с Богом». То есть это тот случай, когда слово «эт» не образует родительного падежа. От следующего слова. Да. Означает «соединительный союз». С Богом ходил «ноах». Вот слово «гид алых». Корень здесь «галах». «Галах» – это значит «ходил». Но здесь этот корень стоит в беньяне «гид па-эль». Ну, скажу вам несколько слов, даже если никто из присутствующих на сегодняшнем занятии не разбирался еще с беньянами иврита. Скажу, что это слово, что этот беньян использует корень и ставит его в значение «возвратное», то есть действие, направленное на себя самого. Например, мыть посуду. Шатав, шатав, он помыл посуду. Так, теперь, если мама мыла кого, но не раму, а, допустим, своего маленького ребенка, да, то что с ним произошло? Он был вымыт, да, это пассив. А вот если человек мылся сам, получается, что он и совершал действие, и он же сам являлся объектом действия. Действие было направлено на него самого. И вот для передачи этого эффекта используется вот такая форма беньян «гид па-эль». Поэтому слово «гид па-эль» – это значит «ходил самим, сам с собой», да, то есть направлял свои шаги. Так, с Богом ходил ноах. Замечательно. Следующее слово «ва-йол-эд». Корень здесь такой же, как в слове «йел-эд». Что такое «йел-эд»? Ребенок, да? А глагол этот означает «и родил». «Вав» здесь переворачивает из будущего времени, прошедшее время, да. «Йол-эд» – это означает «он породит». «Ва-йол-эд» – ноах. И «породил» – прошедшее время, мы это переводим. Ноах шло шабаним – трех сыновей. «Эд» – шем, «эд» – хам, в «эд» – яфет. «Шема», «хама» и «яфета». Так. Покажу вам несколько слов с одним корнем. Корень этот вот. «Шин», «хэт», «дав». Сейчас давайте посмотрим, что нам покажет перевод, на который я опираюсь. Наверняка извратилась, да? И извратилась земля. Означает распутство и интелопохлонство. Здесь ссылка на талмудтический трактат Сан-Хедрин. Так. Корень этот шахат очень близок к корню, означающему зарезать. Кто такой шохэт? Шохэт. Специалист по кошерной резке скота и птицы, да? Но отличается тем, что шохэт, который резник, пишется через букву «тет», а шахат через «тав» означает «растлилась». Ватишхат. Так. Это активный виньян, да? Растлилась, да? А вот нишхета, да? Была растлена. То есть тот же корень «шин», «хэт» и «тав» стоит уже в виньяне пассивном, да? Ну, пример я могу дать такой «дядя Миша запер дом» или «дядя Миша заперт в доме». Во втором случае, да, это пассивный глагол, передающий то, что кто-то совершил действие, да, в результате которого дядя Миша находится в доме и он там заперт, да? Кто-то закрыл дверь снаружи, и теперь дядя Миша заперт, так? Вот это, здесь это активный виньян, здесь это пассивный виньян. Что такое виньян, и я сегодня рассказать вам не успею, да, в общем-то, я и не планировал, да? Но очень вкратце мы видим, что есть вариант использовать корень в активной форме, вариант использовать тот же корень в пассивной форме, так? То есть кто-то другой произвел действие над тем предметом, о котором мы говорим, он заперт или его заперли, он заперт, да? И есть возможность использовать этот корень в виньяне возвратном, то есть направленном на себя самого. Допустим, он заперся в доме, он сам себя запер, так? А вот еще одно слово, Ишхит, это тоже активный виньян, растлил, Коль бацар, всякая плоть, Этарко аль-Харец, Дорогу свою, путь свою на земле, так? И вот еще одно слово, Машхитим, Извините, Машхитам, Это говорит уже Всевышний, И вот я истребляю, Этарко аль-Харец, да? Я, Этими словами говорит Всевышний о том, что он наказывает землю всемирным потопом, это, значит, Посок Ют Гиммел, Давайте посмотрим, что нам даст перевод. Вот он. Я истребляю их с земли, вот оно, так, хорошо. Так. Ну, давайте еще, Ну, пожалуй, два слова мы разберем до конца вот этого параграфа, параграфа 6 ваб. Вагакимоти. Так. Корень здесь Кувмемо, да? В этом корне мы видим две буквы, на самом деле. Посередине есть еще буква Вав, да? Но она часто выпадает в таких случаях. Что значит Кум? Стань. А Ги Ким? Поставь. То есть, Ги Ким означает, он создал, он основал. Так. Так говорится, например, ну, о какой-то организации, да? То есть, значит, пришел человек и создал, например, школу Ги Ким. Да? Вагакимоти. Это Бри Ти. И вот, создаю я союз мой. Это говорит Всевышний Итах с тобой. Это он говорит Ноаху, да? Ле Ким – это поставить. Так. И еще одно слово, которое мы прочитаем как Цива. То, тот же корень в слове Митцва. Что такое Митцва? Повеление – закон. А Цива – это приказал. Приказал, то есть дал повеление. Ну, на этом я, надеюсь, мы заканчиваем сегодня урок. Мне было бы очень полезно и очень важно получить обратную связь. Если кто-то хочет мне сейчас сказать, насколько было полезно конкретно ему то, чем мы занимались сегодня, это поможет мне при подготовке к следующему уроку, который, надеюсь, пройдет через неделю. Можно открыть... А можно вопрос? Да, да, да. Да, конечно. Да, значит, во-первых, я хотела заметить, что вот я только сейчас заметила, что в Берешет, Бара, первые три буквы первого слова и три буквы второго слова совершенно одинаковые. Да, да, да. Я только сейчас это заметила, то есть я уже читала это много раз, и, в общем, раз, когда начинаю, начинаю отсюда, не всегда заканчиваю. Вот, но, тем не менее, Берешет – это Бетреш, Алиф, и Бетреш, Алиф – сейчас это просто бросилось в глаза. Может быть, это имеет какой смысл, может, гематрия, может быть, что. Ну, а всякую точку было бы интересно вот в это посмотреть. Потом у меня с этими, с беньянами, с беньянами я занималась с Леви Шептовицким, я занималась там, и всё равно они как-то не укладываются. Значит, вот у нас получается хитпаэль – это возвратный. И помыть посуду шатав. Да, шатав. Хорошо, шатав. И, значит, пассивный – это будет не фаль, да? Не фаль, не штав. Помыть, скажем, да? А вот себя помыть вы не сказали. Это будет… Это гитпаэль, попробуйте сами. Гит шатэль? Гиштав, гиштатэф. Гиштатэф. Тут происходит замена, такой инфикс – гиштатэф, да. Ага, гиштатэф. Да, используется это слово. Ну, есть слово гиштатэф, означающее «он участвовал», но оно написано по-другому, там «тав» и «тэт», да? Или можно, скажем, использовать… Давайте используем глагол «рахац». Рахац – он сполоснул. Нирхац – это «он был сполоснут», «был ополоснут». А как быть сполоснут? Нирхац – нирхац. Рэш-эц-цади. Так? А лэгитрахец – это «помыл себя», «помылся». Помылся. Лэгитрахец – наверняка вы это слово слышали. Нет, ну я слышала «хитраот». Лэгитраот тоже. Гитпаэль, да. Здесь корень «роэ», да, видите. То есть, чтобы быть увиденным, чтобы увидеться вновь, да. Ага, да. И еще один вот вопрос. Значит, вы говорили, что «приказал», да? Цива? Да. Да, это ведь родственно, как «господь воинс», да? Циваот? Нет, 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 нет. Там другие. Циваот, цива – это вот оно в начале. А в этом уроке мы, вот мы его видели, да? Вот «бехоль цваам» и все воинство их. Вот цива, армия. А, цива из… Здесь «вет», а там «вав», да. И, угу, алифам. Приказал «хей» в конце, да? И здесь вот мы видим букву «вет», а там буква «вав». А-а-а, да. Да, да, да. Вот так. Это как «амор»… нет. Спасибо. На здоровье. Если будет желание, напишите мне в Телеграме. Да. Вот, я постараюсь это учесть. Будем мы дальше продолжать вот эти направления или возьмем что-то другое. Посмотрим. Так. Спасибо за… Мне бы хотелось предложение, чтобы, может быть, заранее тексты вы как-то выкладывали, чтобы мы могли уже просмотреть, и уже как-то это не совсем… Потому что сейчас идет быстро, значит, что я буду делать? Я буду в некоторое время посмотрю видео, и у меня опять появятся вопросы. Но ведь же в следующем году будем заниматься по новому материалу. Может быть, как-то можно это учесть? Вот это что? Сначала выложить, чтобы можно было посмотреть. Заранее, да? Да. И если бы вы выложили… Будем стараться, да. Вот этот материал. Хотя, в принципе, я могу это сделать с этим… Снять фотографию с этого, да. Ну, я поставлю, конечно, вот эти вот три файла, которые я сегодня использовал. Вот это я вам, конечно, поставлю. Ага, хорошо. В чате не имеет смысла, потому что то, что выделено, допустим, цветом, в чате мы этого не увидим. Вот, а сами эти файлы в Телеграме я поставлю. Ага, спасибо. Ну да, на здоровье. Так, надеюсь, надеюсь продолжать и далее. Так, всего наилучшего, с Божьей помощью. Надеюсь, что через неделю мы с вами увидимся вновь. Я должен закончить эту конференцию, закончить запись. Спасибо. Так, я должен остановить запись вот так. Так, спасибо.